23 мая Всемирный день черепахи Библиотека номер 7 поселка Маймаксанского лесного порта подготовила видеообзор сказочные истории и рассказы про черепах Черепаха – одно из удивительных животных, которое тесно вошло в жизнь человека с древних времен В мифологии образ черепахи олицетворял множество понятий, в том числе Вселенную, терпение, силу и выносливость Черепахи – настоящие долгожители планеты Земля Их образ изображен в различных литературных произведениях, сказках, мифах, легендах, стихах О черепахе написано немало книг Действие рассказа Юрия Нагипина «Старая черепаха» происходит в южном русском городке, где проживает семья героя Мальчику Васе шесть или семь лет, осенью он пойдет в школу Однажды мальчик увидел в витрине зоомагазина двух крошечных черепашек Шустрые и любознательные, они совсем не походили на старую недлительную черепаху Машку, которая жила у него под кроватью Теперь все его мысли были о черепашках Все привычные радости утратили свой смысл Недолго думая, Вася решил избавиться от старой черепахи Машки В тот же день он продал ее на рынке какому-то грузчику А на вырученные деньги купил желанных черепашек Весь вечер мальчик играл с черепашками Он был счастлив, однако ночью он не смог спать Слова о старом друге, сказанные матерью, разбудили его совесть Юрий Нагибин писал, что если в ранние годы в ребенка не будет заложено ничего прочного в нравственном смысле В настрое души, то потом у общества будет немало хлопот с этим гражданином О таких понятиях, как дружба, верность, доброта и сострадание Самых главных в жизни человека очень важно говорить с детьми Именно об этом повествует рассказ классика советской литературы Юрия Нагибина Книгу «Пять дней из жизни черепахи» написал Лев Феликс В этой книге рассказы не только о черепахе, но и о других животных Все мы живем на земле, как в большом общем доме Рядом с бабочками, растениями, зверями, рыбами И все они чувствуют, дышат, волнуются В этот сборник включены рассказы, потому что они красивые Лесная грамота и, конечно, пять дней из жизни черепахи У каждого человека есть имя Мальчика звали Сережей Сережиного папу Федором Григорьевичем Только у черепахи, которая жила среди людей Вот уже пять дней не было даже клички Просто черепаха Где она жила раньше? Как познакомилась с человеком? Почему оказалась в дощатом загончике на лужайке? Вот об этом повествует рассказ Книга «Черепаший дом» написана обо всех животных, которые жили у Татьяны Рик Начиная с самого раннего детства И пишет она о них с большой любовью и благодарностью За то, что они были в ее жизни Однажды у нее дома появилась черепашка И назвали ее Лина Но одна знакомая сотрудница зоопарка посмотрела и сказала Что это не черепашка-девочка, а черепашка-мальчик То есть черепан И он ползал, как танк И стали его обзывать танком А потом танкером А рассказ про него так и называется Черепан Был у него свой дом Коробка из-под обуви В аннотации на книгу Татьяна Рик написала Приглашаю вас в мой черепаший дом Посмеяться, погрустить и порадоваться вместе с нами Заходите Очень советую Получите изрядную долю тепла и доброты Австралийский писатель Лесли Риес Написал повесть про Сарли Черепаху с большого барьерного рифа Когда Сарли появилась на свет Шел проливной дождь Первые мгновения Первые часы своей жизни Маленькая Сарли Морская черепаха Провела в песке Хотя ей не терпелось Выбраться из песка Но какой-то внутренний голос Надоумил ее Что время еще не пришло И только с наступлением темноты Сарли усиленно работая Всеми четырьмя ластами Поползла к морю Впереди ее ждало много приключений Знакомство с морскими обитателями Борьба с морскими рифами Добыча пищи Ей предстояло Испытать свои силы и выносливость Отправиться в далекое Захватывающее странствие Сарли Странствовала по всему Большому барьерному рифу Теперь она была владычица океана Она достигла 36 дюймов в длину И все еще росла Но уже полностью превзошла науку Как добывать пропитание И почти полностью Как избегать встречи с врагами И в бескрайних бездонных океанских просторах За стенами большого барьерного рифа Где плавали тигровые акулы и киты Жизнь тоже продолжалась И сарли зеленая морская черепаха Дожила до преклонных лет Но сколько именно лет прожила она на свете Не знает никто Ибо некому там было считать годы Книга Святослава Сахарнова Сказки из дорожного чемодана И правда похожа на раскрытый дорожный чемодан Яркий Весь в наклейках из разных стран Набитый морской галькой Криками чаек Жгучим воздухом африканских саван Влажным тропических лесов Морозным снегов Аляски Откроешь крышку волшебного чемодана А здесь жестокие слоны И хитрые черепахи И добродушные обжоры Бегемот и обезьяны А сколько сказок в этом чемодане Тридцать две Одна интереснее другой Откроем крышку И здесь сказка о черепахе Ней удав называет черепаху Жалкой костяной сковородкой И еще Сколько сказок об этом удивительном существе Черепаха кролик и удав маха Олень и черепаха Черепаха и банановое дерево Леопард и черепаха Михаил Плецковский написал много сказок про зверят И одна из них называется Сказка о перевернутой черепахе Это было давно Но не очень Некоторые еще и сейчас помнят эту странную историю Во время большой бури И с черепахой по имени Не спешить некуда Произошло несчастье Не какое-нибудь там маленькое несчастье А самое, что не наесть большое А во всем был виноват холодный северный ветер Он дунул так неожиданно Что черепаха Мне спешить некуда Перевернулась на спину Звери утешали черепаху как могли Но перевернуть ее Сил у них не хватало Что случилось с черепахой Когда она пролежала в таком положении Некоторое время и узнаете Прочитав сказку Михаила Плецковского Эта смешная сказка не лишена смысла В ней есть чему поучиться И мальчишкам, и девчонкам, и их родителям В нашей библиотеке Еще немало чудесных историй о черепахе Преданий и сказок разных народов мира Увлекательных стихов А юные натуралисты Смогут обратиться к энциклопедиям Желаем вам приятного чтения Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok